всем доброго трямса вот и настал черед очередного видео гайда по римчику кто не смотрел предыдущих очень рекомендую глянуть а вот и ссылочка подъехала на плейлист эта серия будет посвящена первым шагам на карте после того как вы определились с местом будущей базы настроили приоритеты и начальные пресеты оружия инструмента своих колонистов все вышеперечисленное мы с вами рассмотрели в предыдущих сериях гайдов прежде чем начать я немного расскажу о том как я работаю со складами и почему именно так а не иначе почему я как большинство других летсплейщиков и стримеров не делаю один склад на пол базы а делаю кучу маленьких из-за чего получил прозвище человек склад тут все предельно просто рассмотрим все это дело на примере компонентов предположим вы разместили компоненты на основном складе уже на этом этапе возникает проблема она заключается в том что пешки не складываются приносимые компоненты в один стак они их раскидывают по большой площади склада что может забить эту площадь кучками по 5 10 25 компонентов и будет у вас под компоненты вместо одной клетки занято сто пятьсот с этим можно бороться установкой мода который заставляет пешек складывать все по стакам но это решает только эту проблему она далеко не основная теперь мы построим верстак для производства компонентов можно конечно все верстаки поставить возле одного большого склада но поверьте или это будет очень большой склад или все верстаки там просто не поместятся в общем на среднем этапе игры данный верстак у вас будет стоять в определенном помещении базы как правило вдали от основного склада то есть пешки будут тратить время на перенос готовых компонентов на склад но это полбеды компоненты требуются для создания к примеру одежды то есть пешка будет ходить от партняжного станка на основной склад или на склад компонентов возле верстака где они производятся далее компоненты могут потребоваться и на других верстаках. Посмотрите, сколько времени требуется пешке на сбор необходимых для производства ресурсов и сколько на само производство. Наша задача состоит в том, чтобы сократить время на доставку. Для этого может пригодиться система складов с разными приоритетами и разным процентом наполнения. Мы делаем основной склад большой, куда идут все излишки и предметы, которые не имеют персональных складов. Как правило, это предметы, которые редко используются. На этом складе мы ставим низкий приоритет и оставляем там стандартное наполнение. На него вещи понесут только тогда, когда нет места на складах с более высоким приоритетом, созданных для этой самой вещи. Далее мы делаем склад с повышенным приоритетом, возле того места, где предмет производится. В зависимости от количества предметов в стаке, это может быть просто зона склада в одну клетку, бочка, сундук или палета. Следующим этапом мы делаем склады зоны в одну клетку, возле тех верстаков, где эта вещь может быть нужна, к примеру, того же партняжного верстака. В настройках склада ползунком выставляем сколько процентов стака хранить на этом складе. То есть если стак состоит из 60 единиц, а мы выставляем 25 процентов, то хранить на этом складе будут не более 15 единиц ресурсов. Ну, могут принести больше, но еще сверху доносить не будут, пока не упадет ниже 15. У данного склада мы ставим высокий или максимальный приоритет. По такой системе пешки-носильщики или роботы-носильщики будут сначала разносить ресурсы по местам, где они будут использоваться в производстве, затем набьют склад рядом с местом производства самого ресурса, а затем, если места не осталось, излишки отправят на главный склад. Вроде все равно много носить, но... Пешек-носильщиков в колонии всегда больше, чем пешек-ремесленников, особенно ремесленников высокого уровня. Так что пусть мастера производят ресурсы, не отвлекаясь на переноску, а доставкой занимаются всякие лоботрясы или роботы, которые только для этого и годятся. Также можно делать резервные склады непосредственно для какого-то ресурса, а не использовать для излишков главный склад, к примеру, патроны. Их излишки лучше хранить в определенном месте, а не на центральном складе. В этом случае на главном складе мы или запрещаем данный ресурс, или до резервного ставим приоритет обычный. Итак, с местом мы определились. Пресеты, приоритеты и расписание мы настроили, личное оружие инструмента разобрали. Если нет, смотрите об этом в предыдущих роликах. А теперь пришло время располагаться в нашем будущем доме. Рекомендую все это делать на паузе, а лишь потом запускать время. Для начала нужно разместить основной склад. Я обычно делаю его 7 на 7 клеток и выставляю на нем низкий приоритет. Теперь разбираемся с предметами, которые мы взяли с собой. Для этого прекрасно подходит вот эта опция. Выбираем и выделяем зону, где предположительно находятся все наши предметы. Теперь ваши колонисты перетащат все это на базу. Следующее, что вам понадобится, это строительные материалы. Для получения камня вам нужно найти на карте и пометить на разбор вот такие вот каменные каирны. Да, будем заниматься вандализмом и крушить скульптуры древних цивилизаций. Для получения же дерева ищем на карте и разбираем вот такие вот тотемы. Ну или можно в принципе порубить дерево, но это дольше. С полученного камня и дерева мы сделаем первые деревообрабатывающие и камнерезные станки. Между делом можно пометить на разбор еще и несколько разбросанных по карте обломков космических кораблей. С них вы получите компоненты, механизмы и еще несколько видов полезных ресурсов. Ну а теперь, так как я человек склад, а вы смотрите мой гайд, давайте сделаем склады. Много складов. Для начала нам понадобится 4 склада, связанных с камнеобработкой. Два склада примерно 3х6 и два склада 1х3. На первом большом складе мы с вами разместим обломки камня. На втором каменные блоки, которые получаем из этих обломков. А на маленьких складах соответственно песок и щебень. Приоритет можно оставить обычным. Затем делаем еще два склада, я обычно их делаю размерами 2х3 и 1х3 клетки. Большой у нас будет под древесину, малый под доски. Приоритет тоже обычный. Вдоль складов проводим еще один хитрый склад в одну клетку шириной и желательно не сильно заметного цвета. На нем мы запрещаем абсолютно все ресурсы. Зачем нужен этот склад, я объясню позже, но запомните его. Такой склад крайне рекомендуется делать у всех производственных верстаков. Также нам необходимо расчистить территорию базы от деревьев и травы. Кстати, они пригодятся для создания простейших лежанок для наших колонистов, если вы не взяли с собой кровати. На этом этапе давайте сделаем еще пять маленьких складов с обычным приоритетом. Первые три на одну клетку пойдет у нас под сено. Не забудьте поставить галочку на свежем. Остальные склады в одну клетку под компоненты, механизмы, проволоку и электронные компоненты. Их мы получим при разборе обломков космических кораблей и если не сделать под них отдельные склады, мелкими кучками с ними забьют весь основной склад. Запускаем время и дожидаемся, пока строитель разберет кайрны и тотемы. Остальные пешки перенесут ресурсы на базу. Итак, ресурсы перетаскали. На складе у нас есть дерево и камень, а также какое-то количество компонентов и механизмов. Не все еще перетаскали на самом деле. Но скоро вечер, а значит пешкам нужно где-то спать. Настилы, конечно, не самые удобные, но шкур у нас нет. А на настилы нужно только дерево и сено, так что ставим три настила для наших ребятишек. После того, как кровати готовы, мы можем посмотреть, что же они дают. Для этого выбираем кровать и кликаем по буковке И. Вообще у кровати есть два параметра, которые нам действительно важны. Это иммунизация и эффективность отдыха. Первый параметр отвечает за скорость выработки иммунитета, если пешка лежит на ней с какой-нибудь болезнью или заражением. Чем иммунизация выше, тем пешка быстрее поправится. Второй параметр отвечает за то, насколько быстро спящая пешка восстановит параметр отдых. Сколько процентов будет иметь кровать в том или ином случае зависит от материала, из которого она сделана и качества самого изготовления. Шанс сделать вещь хорошего качества зависит от уровня навыка строительства той пешки, которая ее делает. Потому изготавливая кровати, смотрите, кто именно их делает. По поводу материала для кровати сейчас мы говорить не будем, так как настил не позволяет выбрать, из чего его делать. Другие кровати можно сделать из различного текстиля, шкур и кож, каждый вид которых имеет свои параметры. Если ничего не делать после постройки кровати, колонисты сами, когда захотят спать, забьют под себя какую-нибудь из них. Но можно сделать это и принудительно, кликнув вот сюда и выбрав колониста. Также можно назначить кровать как медицинскую. Тогда на нее будут тащить раненых пешек или пешки с болезнями будут сами на них ложиться. Еще можно назначить кровать под нужды заключенных, но такая кровать должна находиться в отдельной комнате и за дверью. Ну что, с кроватями разобрались, теперь давайте займемся производством и защитой ресурсов на складе. Сразу же поставим камнерезный станок из гранитных блоков, который получили при разборе кайрнов и деревообрабатывающий станок. А еще прикроем крышей наш склад, для чего поставим вот такие импромизированные колонны из стен в один блок по углам склада, а затем через зоны назначим на них крышу. Если этого не сделать, то многие ресурсы, лежа под открытым небом, довольно быстро развалятся. Скорее всего за один день вы не сможете сделать все это и тем более не сможете построить оборону. А некоторые рассказчики, к примеру Рэй, уже на второй день отправляют на нас первую атаку. Так получилось и в этот раз. На меня пришли голодные твари в количестве одной бум-крысы. Гайд я снимаю на низкой сложности, в данном случае это экстрим. Если же это будет пекло, то скорее всего к вам придет один или два аборигена. Так как я рекомендовал вам брать с собой дробовики и страйкер, проблем у вас быть не должно. Если нет лучников, то вы выстраиваете своих пешек в линию и встречаете врага дружным залпом картечи из двух стволов, который превращает их в кровавую кашу. Спокойной ночи. Если есть лучники, то пешек лучше поставить таким образом, чтобы они находились за любым непростреливаемым препятствием, и результат будет тем же. Теперь давайте разберемся с заданиями для производства. Нажимаем на камнерезный стол и выбираем добавить задания. Затем каменные блоки. Здесь есть несколько кнопок, представляющих для нас интерес. Первая отвечает за то, что пешка будет делать после того, как сделает предмет. Либо она понесет его на склад с наилучшим приоритетом, либо бросит на пол. В большинстве случаев лучше ставить бросить на пол, чтобы ремесленник не тратил лишнего времени на переноску, а носильщики потом отнесли туда, куда нужно. Вторая кнопка отвечает за то, как именно делать предметы. По стандарту стоит сделать х раз, а здесь можно выбрать, сколько именно раз нужно сделать. Это не очень удобно. Второй вариант делать бесконечно. Пешка будет делать предмет, пока не кончатся ресурсы, из которых он делается. Такой вариант также используется только в определенных случаях, о которых позже. Нас интересует вариант повторять до х штук. Выбираем его и нажимаем кнопку детали. В правой части мы можем выбрать, из каких именно ресурсов делать предметы, в данном случае каменные блоки. В основном этот выбор стоит делать тогда, когда вы делаете одежду или оружие, где принципиально из чего оно именно делается. Вот эта кнопка отвечает за то, кто именно будет делать. По дефолту делать будет любой ремесленник. Выбирать какого-то колониста имеет смысл, к примеру, тогда, когда вы делаете одежду. А у вас есть два ремесленника, один из которых 20 уровня, а второй, скажем, 8 уровня. Если одежду будет делать второй, то она получится дрянного качества. Вторая кнопка позволяет поставить задание на паузу, и тогда будет выполняться следующее задание на этом станке, если оно есть. Мы выбрали способ повторять до х штук. Теперь нам нужно выбрать, до скольки именно повторять. Здесь учитывается суммарное количество готового ресурса на любых складах. То есть, если мы поставим здесь 760, то ремесленник будет производить ресурс до тех пор, пока количество этого ресурса на любых складах колонии будет меньше 760. И вот тут мы вспоминаем наш хитрый склад. На нем ничего не складируется, но если стоит способ обращения с ресурсом бросить на пол, то пешка будет бросать готовый ресурс под ноги, а там этот склад. А он учитывается при подсчете суммы ресурсов на складах. Если же его не будет, а пешка будет бросать ресурс на пол, то задание будет выполнено не тогда, когда сделают 760 каменных блоков, а когда брошенные ресурсы кто-то донесет до склада. У меня как-то пешка сделала 3000 патронов вместо 500 именно по этой причине. Далее мы выставляем радиус поиска, таким образом, чтобы в него попал склад с ресурсами, необходимыми для производства. Если его не выставлять, то пешка будет бегать за теми же осколками камня, куда ей вздумается. И мало того, что это будет очень долго, так еще она может вполне попасть под раздачу, находясь в пути на другую часть карты в момент прихода какого-нибудь рейда. Далее мы ставим здесь галочку и видим вот этот ползунок. Здесь мы ставим значение несколько меньше того, до которого должно действовать задание. В нашем случае оно равно 760, ставим в районе 700. Что значит этот ползунок? Все очень просто. Когда пешка сделала 760 каменных блоков, задание встало на паузу и будет стоять на паузе до тех пор, пока количество этих блоков не упадет ниже значения этого ползунка. То есть как только оно станет ниже 700, задание снова станет активным и какой-нибудь свободный ремесленник снова пойдет делать камень. Удобно, не нужно следить, сколько у нас осталось того или иного ресурса и не пора ли снова включать производство. По тому же принципу делаем задание в деревообрабатывающем станке, только там нужно сделать два задания. На производство дров штук на 80 и бросать их на пол, а также на производство досок штук на 250 и нести их на склад. Теперь давайте принесем немного каменных обломков, чтобы наши пешки могли сделать из них блоки. Основной материал у нас с вами здесь мрамор, так что и обломки лучше нести мраморные. Ну а пока пешки носят их на склад и перерабатывают, давайте поработаем немного с зонами. Выбираем управление областями и создаем три новые зоны. Первую назовем уборка, вторую база, а третью временная. В Hardcore SK вшит мод Clean Area, который позволяет выбирать в какой зоне убираться. Это намного удобнее, чем дефолтный вариант, в котором уборка производится в домашней зоне, а домашняя зона ставится везде, где вы что-то построили. То есть убираться в том числе будут там, где не надо. Для определения зоны уборки назначаем ее в той области, где нужно будет убираться, кликаем вот по этой иконке и выбираем здесь зону уборка. С частотой разобрались, теперь давайте назначим зону база. Эта зона нужна для того, чтобы не боевые пешки не бегали под выстрелами рейдеров, а сидели на базе, когда возникает какая-то опасность. Как только придет рейд, мы переведем всех наших пешек на эту зону. Зона временная нужна для того, чтобы при необходимости заставлять пешку работать в строго определенном месте. К примеру, она удобна, когда вы хотите добыть какой-то ресурс вдалеке от базы, а ваша пешка упорно не хочет туда идти. Выделяем область с ресурсом данной зоной, назначаем ее пешке, работаем, а затем удаляем эту зону. Главное не забудьте удалить, а то потом назначите еще одну и пешка будет в шоке, не понимая куда именно ей надо идти работать. Следующее, с чем я рекомендую разобраться, это постройка временной кухни, склада для еды и столовой. Если вы строитесь на равнинах, то можете строить эту постройку сразу в том варианте, в котором она будет по вашему замыслу в будущей колонии. В гараже помещение нужно еще выкопать, а жрать хочется уже сейчас. Потому построим все снаружи в сильно уменьшенном варианте. Я воспользовался инструментом разметка для планирования нашей постройки. Об этом инструменте мы с вами уже, кажется, говорили в одном из предыдущих гайдов. Вот здесь у нас будет кухня, здесь склад для еды и ингредиентов. Здесь столовая, а здесь небольшое хранилище для компоста и удобрений. На такую постройку может понадобиться довольно-таки много камня, так что возможно придется подождать. Также я здесь поставил, как видите, несколько дверей, потому что на начальном этапе эту постройку можно будет использовать как линию обороны, как это не смешно звучит. Во время атаки мы сможем перемещаться между этими дверями и кайтить наших соперников. Теперь давайте удалим отсюда планировочку. Открываем планировку. Обязательно, чтобы цвет у вас был выделен тот же, который у вас стоит на планировке. И удаляем все это нафиг. Теперь давайте разберемся со складами. Первый склад под трупы животных. Здесь мы выделяем обязательно свежие. Ставим максимальный приоритет и выделяем трупы любых животных, кроме открываем насекомых. Жука убираем отсюда. Убираем отсюда москита мутанта, мухи мутанта, пожирателя, таракана и блохи. С них ничего не падает. Их мы будем просто сжигать. Закрываем. Теперь открываем вкладочку трупы людей. Здесь мы ставим галочку чужаков и ставим терминаторов, потому что терминаторы разбираются на разделочном столе в кухне. Также нам надо отсюда убрать огров. Вот он, труп огра. Его мы убираем, потому что с него падает человеческое мясо. Оно нам совершенно не нужно. Трупы огров лучше тоже сжигать. Следующий склад это склад ингредиентов для еды. Здесь тоже мы ставим обязательно свежее. Повышенный приоритет. Открываем ресурсы и любое продовольствие ставим. Ну, я обычно сюда не несу. Во-первых, гниль, испорченное мясо и я сюда не несу наркотики. Вы уже сами смотрите, где вам удобнее хранить. Рационы здесь у нас тоже прописаны, но приоритет у них повышенный. И, соответственно, сюда будут нести только в том случае, если склад для готовой еды, на которой у нас тоже стоят рациончики, да, и приоритет высокий. Если этот склад забит, то тогда уже будут нести вот на этот склад. Следующий у нас склад под сено. Мы берем вот этот склад, копируем отсюда настройки и сюда мы устанавливаем настройки. А этот склад мы, в принципе, уничтожаем. Можно было бы его и не делать изначально, но, как видите, зато у нас тут порядок. Сено будет использоваться для того, чтобы изготавливать компост. Компост изготавливается из сена и из мясных ингредиентов. В частности, там мясо, допустим, тех же насекомых. Оно больше никуда не идет, потому что вызывает дебаф. И его можно использовать на компост. Вот на этот склад мы с вами прописываем дрова. Дальше вот этот склад у нас идет с вами под удобрение. И этот склад у нас с вами идет под компост. Следующее, что нам нужно будет сделать, это нам нужно будет сделать контейнер для готовой еды. Можно, конечно, хранить готовую еду на складе, но это не очень удобно. Лучше поставить деревянный контейнер. В него влезает, по-моему, если не ошибаюсь, 6 стаков еды. Ставим его сюда и потом мы в нем поставим обязательно максимальный приоритет. То есть, точно такой же склад, как вот здесь. Здесь у нас, соответственно, только рациончики, как видите. Здесь тоже будут рационы и максимальный приоритет. Можно, кстати, туда прописать конкретно жареное мясо, вкусное блюдо и шикарное блюдо. Все остальное пускай валится вот на этот склад. Что нас интересует дальше? Нам нужно сделать разделочный стол из камня. Ну, вот у нас гранитные блоки для этого очень даже подойдут. Ставим его вот сюда. И нам надо будет сделать гриль. Делаем его обязательно из оловянного сплава. Вообще, если у вас нету там альфа, бета или титана, то делайте из олова, потому что у олова 120% к скорости производства. У стали, по-моему, если не ошибаюсь, 80. То есть, на стальном будет все делаться значительно медленнее. Гриль у нас готов. Теперь давайте настроим топливо. В фильтре мы выбираем изделие, топливо, дрова. Все остальное. То есть, мы все запрещаем и выбираем только дрова. Топить бревнами, это как-то слишком кучеряво, наверное. Также у нас готов с вами горшок. И давайте здесь мы настроим все. Максимальный приоритет. И сюда мы вписываем жареное мясо, вкусное блюдо и шикарное блюдо. Все остальные рационы, соответственно, будут тащить вот на этот склад. То есть, смотрите, у нас есть три склада для хранения готовой еды. Мы с максимальным приоритетом вот этот вот горшочек. То есть, сначала будут нести сюда. Если здесь места нет, будут нести вот на этот склад. Если здесь места нет, будут нести вот на этот склад. Разделочный стол тоже готов. И теперь что нужно сделать? Нужно создать склад. Опять давайте сделаем тил. Будем делать здесь тоже такой же хитрый склад. То есть, вот точно такой же, как тот, который мы делали с вами до этого. То есть, копируем отсюда Настройки и сюда мы устанавливаем И теперь давайте настроим здесь задание Сюда мы ставим жареное мясо И здесь мы делаем пока бесконечно То есть любое мясо, которое будет попадать К нам на склад, будет перерабатываться Не обращайте внимания на то, что оно будет портиться Это не важно, вы все равно будете съедать Его значительно быстрее, чем оно испортится Не надо просто заготавливать Слишком много дичи и тогда будет все хорошо Здесь соответственно ставим способ Бросать под ноги, здесь мы соответственно Ставим радиус поиска ингредиентов Так чтобы только наш кухонный склад туда попадался Ну и все, с этим мы разобрались То есть наш повар, как только попадет сюда какое-то мясо Пойдет готовить Теперь давайте разберемся с разделочным столом Здесь нам понадобится парочка заданий Разделать тушу И изготовить компост Изготовить компост и разделать тушу Мы ставим бросать на пол Бесконечно и в деталях у него мы Ставим вот здесь вот продукты Мясное и добавляем сюда Мясо насекомых Вот так вот и радиус поиска Естественно тоже в пределах склада Разделать тушу то же самое Бесконечно Трупы людей мы выделяем Чужаков и всех терминаторов Ну и животных всех, которые сюда попадут соответственно Радиус поиска тоже уменьшаем Все, в принципе наша кухня готова Теперь можно настрелять какой-нибудь живности И приготовить первые блюда А вот сюда нам надо поставить столики Почему это надо сделать как можно быстрее? Потому что у наших пешек есть такой параметр как нужды И многие спрашивают Почему у меня пешка психует? Да потому что вот здесь вот скапливается слишком много минусов Как видите он ел на земле То есть как только мы поставим столик Вот этот дебаф отсюда уберется Также здесь тоже много различных других минусов И их мы потихонечку тоже с вами будем убирать Но для начала давайте все-таки сделаем столик Самый простейший примитивный деревянный стол Поставим его вот сюда И поставим парочку деревянных же табуреточек рядышком Но для этого всего нам нужны будут доски Которые Чиф у нас заготовит Как видите Грини у нас ест за столом И давайте посмотрим что у него будет с нуждами Сейчас у него видите недоедание Потому что он голоден И у него ел на земле Через 0-3 часа она исчезнет Все как видите еда на земле Вот сейчас она исчезла Теперь у нас нет этого дебафа И настроение у него значительно улучшилось Ну что ребят на этом мы будем с вами заканчивать этот гайд В нем мы разобрались с первыми станками Разобрались с зонами Построили кухню Если есть какие-то вопросы Обязательно задавайте их в комментариях Ставьте лайки Потому что если не будет лайков Продолжения соответственно тоже не будет Хотя бы две сотни лайков я от вас жду Я думаю что это не так много За 15 часов Которые я потратил на создание этого ролика Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok